Мы будем выращивать фламинго, прикиньте? Блин, я такого никогда не видела! Ребята, посмотрите! Привет, мои золотые! Вы хотели, вы мне писали, вы мне писали под каждым видео, когда уже, когда будут новенькие крастибоксы, и вообще, будут ли еще видео с крастибоксами. И я поняла, что вы любите крастибоксы так же, как и я, и поэтому я заказала два новеньких крастибокса. И сегодня мы с вами их откроем и посмотрим, что у них внутри. В начале каждых крастибоксов, по традиции, я вам напоминаю, какие крастибоксы я уже заказывала и какие мы с вами вместе открыли. Но, ребята, я уже заказала 16 коробочек! Мы с вами вместе обозрели 16 коробочек! И если я буду все перечислять, то вы останетесь здесь до вечера. Поэтому я вам в описании, лучше ссылочку на сайт красти оставлю, и вы перейдете и посмотрите, что у них есть. А у меня сегодня крастибокс кактус и крастибокс фламинго. Выбрала самые летние коробочки, которые были. У меня уже летнее настроение. Обожаю лето, жару, особенно дома, под кондиционером. С какой коробочки мы начнем? Давайте распакуем сначала кактус. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у кого-то дома какие-то необычные кактусы или цветущие кактусы. Я, кстати, очень редко встречаю цветущие кактусы. Итак, открываем нашу коробочку и видим блокнотик! Классный какой блокнотик! Посмотрите, какая тут смешная картинка! Кактус бреется! Он сбревает свои иголочки! Такой мимишный! Интересно, кто-нибудь когда-нибудь брил кактус? Сбревал ему иголки? Хм... Наверняка на ютубе есть такое видео. На ютубе есть все. Если на ютубе есть видео, как чувак 10 часов врежет воду ножницами, то как кто-то бреет кактус, по-любому видео есть. А если и нет, это отличная тема. Ладно, вернемся к блокноту. Блокнот, как всегда, классный, качественный. Листочки такие плотненькие. И, кстати, листы не разлинейные, они белые. Просто без ничего. И, как всегда, мне будет жалко начинать новый блокнот. Мы с вами это уже обсуждали, что я из того типа людей, которые просто складируют красивые блокнотики, потому что я боюсь, что его просто испорчу своими каракулями. Но согласитесь, в красивеньком блокноте все-таки приятнее писать, чем просто в телефоне. Так что куда-то я этот блокнотик пристрою. Итак, следующее, что есть в коробочке. Это... Это пупырчатая пленка. Сейчас я ее сниму. Вау! Это кружка банка в виде кактуса. Прикиньте! И с трубочкой, конечно же. Посмотрите на эту банку. Она в форме кактуса. Она такая классная. Слушайте, она фактурная. Тут даже пупырки есть. Как будто это колючки. Блин, я такой банки никогда не видела. Класс! Как настоящий кактус. И ручки тут, как отростки кактуса. Слушайте, ну прям вылитый кактус. Моя коллекция кружек банок пополняется вот таким вот классным экземпляром. Я вообще обожаю такие банки. И летом они незаменимы для лимонадов и для инстаграма. Потому что в инсте это смотрится круто. Я представляю, как этот кактус будет смотреться у меня в инстаграме. О! Повязочка для сна. Такая классная. Принт такой классный. Такая мягучка. И кстати, она такая милая. И вот этот вот край не ровный, а волнистый. Забыла слово. Не ровный, а волнистый. Мне кажется, он делает повязочку еще милее. Мне идет? Ткань очень хорошая, дышащая и очень приятная к лицу. Не будет потеть лицо летом. И конечно же я буду использовать эту повязочку в челленджах, когда мы с эльфиком будем пробовать всякую гадость с закрытыми глазами. Как вы думаете, кому эта повязочка больше подойдет? Мне или эльфику? Пишите в комментариях, пожертвовать ли мне эту повязку эльфику или оставить себе. Так, следующее, что у нас тут? Это минишная обложка на паспорт. Посмотрите, какая она летняя классная. Посмотрите на этих милых кактусят. Кактусят. Что за слово такое кактусята? Милые кактусята. В общем, милые кактусы в милых горшочках. Вы, наверное, думаете, сколько у тебя уже этих обложек для паспорта? У тебя столько паспортов нету, чтобы надевать все эти обложки. Ребята, у меня только две обложки. Точнее, у меня лично только одна обложка. Ривердейл, которую я ношу. А у эльфика интроверт. Я ему подарила эту обложку. Все остальные обложки я уже раздарила, раздала. Подружкам, друзьям всем отдала. И оставила себе только две обложки. И вот новенькая обложка. И вот думая, менять ли мне свою обложку Ривердейл на вот этих вот милых кактусят. Напишите в комментариях, с какой обложкой вы бы ходили. С символикой любимого сериала или с вот такими вот кавайными кактусами? Ну, не то чтобы Ривердейл мой самый любимый сериал, но он один из любимых. Напишите в ваш список топ-3 ваших любимых сериалов. Ну и последняя вещь в Красти Боксе. Это, естественно, секретная вещь. В каждом Красти Боксе есть секретная вещь. Вы это знаете. И эта секретная вещь не относится к тематике коробочки. И сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Это носочки! Ух ты! Спасите котенка! Котенок застрял в пончике! Это котенок в пончике? Ну да, это голова, потом пончик, потом хвост. Интересно, как он там застрял. Носочки мягенькие, хорошенькие, но правда теплые. Ну не то, чтобы прям с начесом, но теплые на лето как бы на улицу такие не подойдут. Потому что летом 40 градусная жира, куда там. Но дома, летом, они будут просто идеальны. Потому что у меня даже летом дома ноги мерзнут. Напишите в комментариях, у кого тоже вечно ноги мерзнут. Летом на улице, за окном, там 30 градусов, все умирают. Дома я хожу с ледяными ногами, вечно в носках. Ко мне, когда гости приходят летом, я такая, майка, шорты и носки теплые. Так что на лето самое то. Носочки пригодятся. Все, первую коробочку мы выпотрошили. Остались только вот эти вот макарошки. И, кстати, я такая барахольщица, что я эти макарошки собираю. Я даже перевезла при переезде эти макарошки бумажные. Вы представляете, мы переезжали, у нас было огромное количество коробок. Я очень много выкинула, но макарошки бумажные я перевезла. Я неисправима. Я все время думаю, а вдруг они пригодятся? Они же такие классные. Так что в этот раз я тоже макарошки запакую. Итак, вторая коробочка с фламинго. Обожаю этих милашных существ. У меня, кстати, гирлянда сзади с фламинго висит. Открываем коробочку. Открывайся. Итак, первое это наклеечки. Смотрим, что у нас тут. Какие все мимишки. Класс, я только начала вести новый планер и мне пригодятся эти наклеечки. Буду расклеивать для настроения. Смотрите, тут только один фламинго. Все остальные персонажи это из других красти боксов. Я, например, узнаю вот этого котика. Вот этот котик был в кота боксе. Смотрите, какой единорожек классный. Он точно такой же, как и на моей кружке. Такая же картинка. Ох, злющий енот с кофе. Это я по утрам. Я злющий енот с кофе по утрам, когда не высыпаюсь. А вот еще сова есть с кофе. Такая сонная по утрам. Это тоже я. Я иногда как сова, а иногда злющая как енот. Я всегда так сложно по утрам встаю. Я ненавижу будильник. У меня стоит 5 будильников по 10 минут. Знаете вот, да? Я ставлю будильник на 7 утра. И у меня 7 утра, 7.10, 7.20, 7.30. Ну, где-то в 7.30 я и встаю, когда он мне просто выбесит этот будильник. И если вы думали, что работать дома на себя это высыпаться до обеда, то это не так. Я каждое утро встаю рано, чтобы все успеть. Если я буду дрыхнуть до обеда, вы точно не дождетесь от меня новых видео в YouTube, новых постов в Instagram, новых опросов, stories и так далее, и так далее. О, еще одна повязочка для сна. Посмотрите, сламинго. Ну, конечно, сламинго. Это же бокс фламинго. Я так удивилась, что оно сламинго. Странная я. Ткань точно такая же, как в повязке с кактусом. И край тоже волнистый. Ну, все точно так же, только принт другой. Очень мягенькая. В общем, тогда эту я отдам эльфику, эту я оставлю себе. И будем с ним вместе снимать видосики. Что у нас тут следующее? Еще одни носочки из фламинго. Так, а на сайте были такие тоненькие следочки из фламинго. А это длинные носки. Но они тоже с фламинго. И тоже мимишные. В общем, это еще одни мои домашние летние носки будут. Они такие классные. Слушайте, тут нарисован фламинго и листочек. И вот скажите, что это за листочек? Я это называю пальмой. У меня купальник с такими листочками. И я постоянно говорю, вот тот купальник с пальмами. А мне, по-моему, в комментариях писали, что это не пальма. И вот напишите мне, это пальма или это не пальма. То есть, ну, листочки это пальмовые или нет. Носочки очень приятные на ощупь. И, как я вам уже говорила, ноги у меня мерзнут всегда. Так что всегда носки нужны. Носков много не бывает. На самом деле, я недавно осознала, что у меня столько много носков. Просто я достала ящик с носками, а там гора целая. У меня очень много носков. Но ношу я немного носков. Блин, ну почему так? Я привыкаю к вещам. Вот у меня есть любимые носки. Я их надеваю, стираю, надеваю, стираю, надеваю, стираю. А новые носки просто с этикетками лежат. И я их не ношу. Когда у меня заканчиваются любимые носки, я закидываю стирку, чтобы быстрее их постирать, чтобы надеть их снова, а не брать новые носки. И это касается и футболок тоже. Я накупила новых футболок к лету, но я не могу никак расстаться со старыми футболками. С любимыми. Например, вот это вот. Кстати, с Красти Бокса футболка. Это футболка Риверделл, потом футболка Скам, футболка Гарри Поттер. Я не могу с ними расстаться. Им уже там пару лет, а я хочу новенького чего-то. Но я не могу отказаться от любимых футболок. Так, а что это у нас тут такое? Это киндер сюрприз фламинго? Не, не похоже, что это можно есть. Что это такое? Гроуин пэт фламинго. Мы будем выращивать фламинго, прикиньте? Смотрите, сейчас инструкция тут. Налейте воды, положите туда яйцо, оставьте на 24-48 часов. Оно начнет трескаться. И потом через 48-72 часа вылупится питомец. Вылупится фламинго. Блин, я такого никогда не видела. Слушайте, для вас это новость или нет? Вы видели такие штуки? Я никогда не видела. Для меня это что-то новое. А из чего оно сделано? Из чего оно сделано, что оно там вылупляется? А интересно, а фламинго будет по высоте яйца? Или он как-то разбухнет и будет большим? Очень интересно. Я обязательно выращу это яйцо и вам все засниму. И если я вырастила и засняла этого питомца, то у меня уже дома живет фламинго. И сейчас пойдет ролик, как я растила это яйцо. Итак, начинаем эксперимент. Я взяла вот такую вот емкость. Наливаем в нее водичку. И погружаем яйцо с будущим фламинго. Мне уже очень интересно, что у нас вылупится. Ох, смотрите, какие пузырьки. Это в яйцо набирается вода. Все, набралось. Ну что ж, мы оставляем наше яйцо. И через 6 часов мы посмотрим, начнет ли оно трескаться. Ребята, посмотрите. Прошло где-то 3 часа, и яйцо начало делиться. Оно раскололось. Я, наверное, когда встану с утра, оно уже точно будет расколото. Прошло 9 часов. И посмотрите, что стало с нашим яйцом. Оно полностью раскололось, потрескалось. И внутри уже видно зародыш фламинго. Интересно, он еще будет расти? Яйцо должно пролежать в воде еще как минимум сутки. И я думаю, фламинго точно вырастет. Итак, с момента зачатия прошло 18 часов 30 минут. И у меня уже вылупился фламинго. Я чувствую себя курицей-насеткой просто. Посмотрите, какой он прикольный. Я, правда, не знаю, будет он расти еще или нет. Мы его еще будем держать в воде. Может, он еще подрастет. Ну что ж, прошло уже 2 дня. И наш цыпленочек-фламингеночек уже вылупился. Сейчас мы его достанем и посмотрим на него. Так. Ой, он такой странный. Он как будто резиновый, но не резиновый. Он твердый. Я даже не знаю, что это за материал. Но он такой, как будто резиновая игрушка. Прикольный. Не, ну вы представляете, из того яйца вылупился фламинго. Вы такое видели? Как мы его назовем? Пишите в комментариях, какое имя дать моему фламинго. Так. Следующий предмет это термокружка. Кстати, у меня на фоне тоже 2 термокружечки с красти боксов стоят. Боди! Какая милота! Посмотрите! У этого фламинго день рождения. Он с этим день рожденческим колпаком и с кексиком. Мими, какая прелесть! Слушайте, стакан фактурный. Изменили дизайн. Раньше стаканы были просто такие вот, ну, обычные гладкие. А сейчас такой рельеф. Прикольно! Класс! Так, тут крышечка есть. Все как обычно закручивается. И мне нравится, что внутри пластик, а не металл. Знаете, как в обычных термосах, внутри металл. И у меня от чая желтеет металл и не отмывается. Даже не желтеет, а прям коричневый такой налет. И я тру-тру, он не отмывается. В общем, а в пластике такой проблемы не будет. Класс, мне очень нравится эта кружечка. Эх! Сразу после видео наколочу себе чаек в новую чашку. И, кстати, подписчики моего инстаграма, некоторые подписчики моего инстаграма усомнились, что я чайман. Ребята, я чайман еще какой. А почему они усомнились? Потому что каждое утро я пью кофе и снимаю сторис возле своей кофемашины. Да, у меня появилась кофемашина, и я стала снимать сторис возле кофемашины и делаю кофе. Это отдельная история. Какой хейт на меня в директе. Ой, задолбала, каждое утро одно и то же, делаешь свое кофе. Ой, задолбала, одна и та же маска котика. Каждое утро делаешь кофе, никакого разнообразия. Это отдельная история. Мы сейчас про чай. Так вот, я пью кофе один раз в день утром, а чай я пью минимум раз пять в день. Поэтому я заслуженно могу сказать, что я чайман, а не кофеман. Потому что больше одной чашки в день я очень редко пью кофе. Так что чай я все-таки люблю больше, чем кофе. Ну, по утрам хочется кофейку. Что я могу сделать? Кстати, посоветуйте мне чайок какой-нибудь вкусненький. Особенно зеленый. И последний предмет в коробочке. Конечно же, секретный. И мы его сейчас рассекретим. Что у нас тут? Та-дам! Пенал! Пенал косметичка или пенал... Ну, для меня скорее косметичка, чем пенал. Класс! Тут нарисован единорожек. Написано Unicorn, Have a Sweet Dream и единорожек. Класс! Такой цвет классный у косметички. Единорожная косметичка. И она, кстати, очень удобная. Говорю это со знанием дела. Потому что у меня есть точно такая же косметичка с котиком. Желтая. С котобоксом. И в ней очень удобно хранить косметику. Ну, точнее, не хранить косметику, а переносить ее куда-нибудь. Потому что у меня есть большие косметички, но большую косметичку не запихнешь в свою сумку. А это идеальный размер. Хорошо запихивается в сумку. Я вообще очень редко с собой косметику ношу. Обычно я в сумку кидаю одну помаду, максимум пудру еще, и все. Я с собой много косметики не таскаю. Но когда я иду на фотосессию или на съемки, конечно же, я беру с собой косметику. И мне вот такой косметички вполне хватает. И она очень удобная и красивая. И у меня есть желтая косметичка с котиком. И теперь будет вот такая вот сиреневая с единорогом. Так, все. И эту коробку распаковали. Макарошки отправляются на хранение. Да и коробочка тоже ничего. Коробочку я тоже оставлю. Барахольщица. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то не забывайте про пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что я там буду публиковать фоточки с вот этой вот милотой. И с вот этой вот милотой. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в следующем видео. Пока! Макарошки!